Всем привет! В прошлом видео мы делали небольшую историю с готовых анимаций Миксама. У нас получился вот такой результат. Давайте продолжим работать над ним. Добавим для начала персонажу телефон. Это простая модель, сделанная из куба, с текстурой экрана. Перейдем в кадр, где персонаж читает сообщение. Выровняем модель по руке. Теперь делаем панк на кость кисти. Для этого выбираем телефон. Через Shift выбираем скелет. Идем в Pause Mode. Выбираем кость кисти. Она обычно называется Hand. Жмем Ctrl-P, Bone. Теперь телефон привязан к этой кости. По сценарию персонаж вытаскивает телефон из кармана в время движения. Чтобы это сымитировать, мы скроем телефон из рендера в начальных кадрах. Для этого идем в Object Mode, меню Object Properties, Видимость. Здесь есть галочка Видимость на рендере. Убираем момент на таймлайне, где персонаж достает телефон из кармана. Убираем галочку и ставим ключ. Горячая клавиша и переходим на один кадр вперед и ставим галочку на место. А также еще один ключ. Теперь на рендере телефон не будет виден до того кадра, где мы поставили ключ. В следующем кадре он становится видимым, как будто персонаж достал его из кармана. Чтобы было понятней, я проделываю те же операции с другой галочкой, которая отвечает за видимость в юпорте. Теперь выберем ракурс и выставим камеру. Одну поставим здесь. Выберем момент, где персонаж читает сообщение. Добавим в сцену еще одну камеру. Сделаем ее активной. Жмем Ctrl-Alt-0. Регулируем положение камеры. Пронумеруем камеры. Теперь поставим маркеры для наших камер на таймлайне. В первом кадре выбираем камеру под номером 1. Идем в меню маркер. Выбираем бинт камеры to marker или горячие клавиши Ctrl-B. Теперь выберем кадр, где будет переключение между камерами. Выбираем вторую камеру. Жмем Ctrl-B. Ставим маркер. Сделаем еще одно переключение. Убираем кадр. Убираем первую камеру. Ставим маркер. Жмем 0. Смотрим, что получилось. В момент прыжка персонаж выходит из кадра. Исправим это. Выберем первую камеру. Выберем кадр перед последним маркером. Идем в меню камеры и ставим ключ на фокусное расстояние. Убираем проблемный кадр. Крутим фокусное расстояние. Запоминаем нужное нам значение. Идем в кадр с последним маркером. Меняем фокусное расстояние на то, которое нам нужно. И ставим еще один ключ. Теперь персонаж во время прыжка остается в кадре. Для камеры номер два тоже проанимируем фокусное расстояние. На этом в кадр ставим ключ. На кадр перед маркером меняем фокусное расстояние и ставим второй ключ. Обратим внимание на руку, которая держит телефон. Время прыжка она заходит внутрь туловища. Такое часто бывает с готовыми движениями. Убираем стрип с именем джамп. Жмем таб. Убираем кость плеча. Подвигаем ключ на кривой, чтобы исправить положение руки. Удалим ближайшие ключи, чтобы переход был плавным. Изменим интерполяцию кривой. Жмем L, чтобы выбрать все ключи. Жмем T и выбираем E. Вот теперь кривая стала плавной. Поработаем теперь с кистью. С момента прыжка и до конца анимации кисть больше не выглядит так, как будто держит телефон, хотя по сценарию должна. Чтобы исправить, выберем все кости в пальцах через shift. Удалим ключи. Так же поступим со стрипом под названием dance. Так как на пальцах больше нет ключей, они принимают начальную нейтральную позу. Идем в кадр, где они в нужной нам позе. Жмем I и ставим ключ на вращение перемещения. Посмотрим результат. Теперь кисть сохраняет нужную нам позу до конца анимации. Конечно, чтобы добиться идеального результата, можно еще подредактировать ключи и кривые анимации, потому что где-то пересекается геометрия, где-то переход между стрипами не совсем плавный. Но мне кажется это проще, чем создавать такую анимацию с нуля. Можно теперь запечь анимацию. Убираем все кости в режиме Pause Mode. Идем в Pause Animation Bake Action. Ставим галочки, жмем OK. Теперь все экшены запеклись ключей анимации на костях скелета. Вы можете экспортировать эту анимацию как экшен другой проект, или сделать ретаргет анимации для другого персонажа. Но об этом в других видео. Если вам интересно, то обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить. Далее мы можем сделать рендер нашей маленькой истории. Для этого добавим свет. Используем hd-array карту. Как это сделать, я показывал в предыдущее видео. После настройки освещения, идем в Output Properties. Выбираем путь сохранения, формат файла. Жмем Ctrl F12 для рендера анимации. Если у вас остались вопросы, то пишите в комментариях. Если все понравилось, ставьте лайк. Всем пока.